В 2001 году, всего через несколько недель после атаки террористов на Нью-Йоркские башни-близнецы, американцы вторглись в Афганистан для того, чтобы свергнуть режим талибов. В Вашингтоне их обвиняли в укрывательстве организаторов нападения на США и называли главной угрозой всему миру. Теперь же, спустя почти 20 лет, американские генералы и политики уже не столь категоричны по отношению к талибам. Американцы ни раз и ни два влипали в крайне неприятные ситуации со своими верными союзниками, которые в какой-то момент становились их же злейшими врагами. Например, в 1945 году США отправляли оружие и советников отрядам вьетнамских партизан, воевавших против японской оккупации. Специалисты американского офиса специальных служб, как назывался предтеча ЦРУ, учили азиатских союзников основам диверсионной войны и помогали освоить современные на тот момент вооружения и средства связи. Командиром одного из отрядов, помогать которым прибыли американцы, был молодой боец антиколониального подполья по имени Хо Ши Мин. Примерно через два десятка лет после окончания Второй мировой он встанет во главе воюющих с американцами вьетнамских коммунистов и останется в исторической памяти своих соотечественников, как предводитель армии крестьян, изгнавший американцев из Вьетнама. Уже в 80-е годы прошлого века Вашингтон сделал ставку на афганских исламистов-маджахедов, как на единственную силу, способную противостоять насквозь коррумпированному просоветскому правительству в Кабуле. Опасаясь распространения далеко немиролюбивого советского влияния на страны Центральной и Южной Азии, американцы обучили афганских маджахедов основам ведения войны против современных армий и вручили им немало отличного вооружения, включая переносные зенитные комплексы «Стингер». После вывода советских войск из Афганистана и крушения марионеточного промосковского режима многие из прошедших американскую школу примкнули к появившемуся на осколках рухнувшей государственности движению «Талибан». «Талибан» был создан бывшими учениками религиозных школ, которые вознамерились заменить все светские законы и институции страны исламскими. Они довольно быстро подчинили себе значительные территории страны, их правление было признано легитимным несколькими арабскими странами, в Афганистан текли деньги от богатых спонсоров из Персидского залива, шейхи и короли защищали интересы талибов на международной арене. Наверное, такое положение сохранялось бы и по сегодняшний день, не устрой Усама Бен Ладен террористическую атаку на США в сентябре 2001 года. Американцы довольно быстро установили, что Бен Ладен в момент падения башен-близнецов в Нью-Йорке прятался в афганских горах и потребовали от талибов его выдачи. Те Вашингтону отказали, попросив сперва предоставить убедительные доказательства причастности Бен Ладена к терактам. И вскоре американский военный контингент уже обживался на новых афганских базах, готовый к выполнению двух заданий – уничтожению Бен Ладена и демонтажу правления талибов как главных помощников террориста номер один. Последняя задача не решена до сих пор. Более того, как выяснили журналисты издания «Вашингтон-Пост», американцы в последнее время не просто в разы снизили активность боевых действий против талибов, но и даже помогают им. Так американские боевые беспилотники используются для отражения атак на талибов со стороны относительно новой силы, претендующей на влияние в Афганистане. Сила эта – ИГИЛ. Загнанные в подполье в Сирии и Ираке, игиловцы прекрасно чувствуют себя в едва проходимых горных районах Центральной Азии. Талибы для них такие же враги, как американцы. Причем, в отличие от маджахедов старой школы, игиловцы вообще не настроены на диалог и поиск компромиссного решения. Они или построят свой новый халифат на территории всего Афганистана, или будут полностью уничтожены. Сколько невинных людей будут при этом убиты или ранены, их совершенно не волнует. Столкнувшись с таким противником, американцы довольно быстро пересмотрели свои взгляды на почти 20-летнюю войну с талибаном. И теперь чаще действуют не против него, а заодно с ним. Что, впрочем, не гарантирует того, что после того, как игил будет разгромлен или загнан в подполье, старая, проверенная временем вражда не разгорится с новой силой. Продолжение следует...